Сотрудники Паратунского дома-интерната продолжают жаловаться на преследование и травлю персонала. Вот уже две недели телеканал «41-й регион» следит за развитием событий. Собирает материалы, обращается в надзорные органы и с каждым днем узнает все больше подробностей о работе руководства в лице директора Игоря Акчувакова, его заместителя Андрея Коломенчука и главврача учреждения по совместительству жены директора, госпожи Акчуваковой. В нашу редакцию продолжают поступать бесконечное множество звонков и обращений со стороны сотрудников интерната, наконец-то готовых говорить о том, что происходит на их рабочем месте. Но люди по-прежнему боятся показывать лицо, зная, что гонения не прекратятся, пока у руля такой директор. Я работаю несколько лет, вот кто-то становится неугоден, и они сразу выживают людей, сразу выживают. Они фабрикуют докладные, обращаются к директору, к директору попадают эти докладные, и выговора, работать просто невозможно. Да, мы хотим обратиться к губернатору Камчатского края, чтобы он разобрался, помог разобраться в этой сложившейся нелепой ситуации на наших рабочих местах в отношении директора Акчувакова и замдиректора Каламичука, потому что работать просто невозможно. Идешь на работу не работать, а просто убегаешь. Через пять минут с нее охота просто убежать. Сотрудники интерната признаются, что за все годы руководства господина Акчувакова их постоянно запугивают. Поэтому они под страхом увольнения и нервных срывов вынуждены терпеть все моральные издевательства. Но были и те, кто пытался бороться с этой нездоровой внутренней системой. Однако итог каждый раз один и тот же. В министерстве уверяют их, что в интернате все в порядке, а те, кому не нравится, могут с легкостью написать заявление по собственному желанию и смело выбирать новое место работы. В министерство обращались. Но это все тут же сразу узнается. И тут же все огласка по ПДИ. Поэтому бессмыслится куда-то обращаться. Безвыходность. Рыба гниет с головы. Директор создал под его руководством. Создана была свита. Некоторые люди, которые, как говорится, занимаются, фабрикуют докладные, устраивают скотчничество. Те, кто неугодный, начинают вокруг них фабриковать различные вещи нехорошие. В частности, как говорится, сводится к тому, что вот пишите докладные, вот следите, фотографируйте. Это мне неприемлемо. Отношения к опекаемым от некоторых сотрудников, они желают лучшего, они позволяют своему языку вольности. То есть по коридору говорится одно – лезть. А заходя в комнаты, хамское отношение к опекаемым, матерная брань, нехорошие слова такие. Мне это неприемлемо. Я с этим не могла мириться, не могу слушать это, не могу слышать. Это проговаривалось неоднократно, как говорится. Все это начальство слышало. То есть некоторые сотрудники, которые допускали себе такие же вещи, их как бы докладными – одна, вторая, третья, пятая – на увольнение. А некоторые, которые приближенные, как говорится, к начальству, угодные, так скажем, не остаются и работают дальше. И позволяют себе оскорбления сотрудников. И вплоть до того, что мы тут хозяева жизни, мы решаем все, кто будет работать, а кто не будет работать. И эти слова – не пустой звук или однобокое мнение со стороны персонала. Это реалии нынешнего положения в учреждении. В подтверждении тому нам удалось поговорить еще с одной девушкой, чей родственник находится на попечении в Паратунском доме-интернате. Состояние не очень такое, таком хорошем. Вот. Он лежит, получается, с прошлого года. Я приезжала по зиме, привозила вещи. Так и так, говорю. Он ходит на ногах, вы хотя бы его на улицу выводите, гуляете. Приезжаю, чтобы с ним сама погулять. Вещей нет, где они знают. Каждый раз приезжаю. Опять говорят, надо узнавать у тех-то, у тех. Начала узнавать насчет пенсии. Никто не знает, ничего. Прихожу. К заведующей, я, по-моему, ходила по социальной работе вот этой, и она уже разбиралась с бухгалтерией. Социальный оператор или агент – что-то такое, что как ему выдаются деньги? Оказывается, ему деньги выдавались на руки. Я говорю, а как он может получать эти деньги, если он даже не расписаться, то есть он писать не может. И он никуда не выходит, куда он их тратит. По словам родственников-постояльцев, люди не получают должного ухода. Как медицинского, так и человеческого. И они в доме-интернате не живут, а выживают. Ему ничего не выдается из того, что ему положено, потому что на их обеспечение получается их пенсия. Туда переводится им 75%. Дурдом небольшой. Тоже, как бы, вроде персонала много, а с такими вот никто не гуляет. И также вот, которые колясочники, там им могут помочь, и то не всегда выехать. Люди, которые, допустим, ну, немножко несоображающие, они сидят вот 24 на 7 в палате, ничего не видят. Персонал, конечно, видно, что подуставшие. Сначала, когда приезжал, они вроде такие бодренькие были, ходили. Очень все добродушные. А вот со временем стало приезжать, и прям по лицам было видно, что замученные. И вот после репортажа я даже, наверное, поняла, почему это происходит. Потому что, видимо, у них такая обстановка рабочая. И они от этого еще больше устают. И отношение такое к работе становится. После выхода двух объемных материалов на нашем телеканале о бедственном положении дел в учреждении, любой здравый руководитель незамедлительно бы начал принимать меры к исправлению ситуации и улучшению качества оказываемых услуг. Позвал бы весь персонал на общее собрание, выслушал накипевшие вопросы и начал действовать. Но не тут-то было. Все начало происходить с точностью, да наоборот. Сотрудники рассказывают, что неугодных проживающих устраняют. А неудобных работников с новой силой вынуждают увольняться. Спасибо тем неравнодушным, кто не отпускает ситуацию и продолжает бороться за права несчастных людей. При выяснении обстоятельств местонахождения Амеличка Галины, проживающей на территории Паратунского дома-интерната с 2019 года, нами был подготовлен соответствующий запрос данного учреждения. В ответе наши все вопросы были полностью проигнорированы со ссылкой на 442-й федеральный закон. Считаем это неправомерным, поскольку данное учреждение смешанного типа, и там проживают не только получатели медицинских услуг, но и просто люди. Мы не стали тратить время на обжалование ответа и обратились сразу в правоохранительные органы. В настоящий момент они выясняют ее местонахождение и будут устанавливать причины ее исчезновения с места регистрации по месту жительства. Также по факту неправомерных действий руководства ПДИ в отношении подопечных и подчиненных уже поданы заявления и жалобы в надзорные и правоохранительные органы. 14 августа комиссия по противодействию коррупции обратилась в ОВД по Елизовскому району в порядке статиста 41 УПК РФ в интересах работниц, которые давали интервью в репортаже о событиях, происходящих в Паратунском доме-интернате. В комментариях к данному репортажу распространяется недостоверная информация, которая наносит вред чести, достоинству и деловой репутации данным работникам. По предварительной информации начальник по социальным вопросам Паратунского дома-интерната Людмила Лебедева обвиняет в убийствах и воровстве данных работниц. На данный момент по данному факту проводится проверка. Также направлено обращение в Камчатскую краевую прокуратуру по разным фактам и обстоятельствам, одним из которых является преследование работников. Елизовская прокуратура и Следственный комитет начали проверки на основании репортажей 41-го региона и обращений сотрудников. Мы очень надеемся, что правоохранители разберутся в бардаке, который творится в Паратунском доме-интернате. Елизовская городская прокуратура проводит проверку в связи с репортажем телеканала 41-й регион о возможных нарушениях прав работников дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Паратунка. В ходе назорных мероприятий будет дана оценка соблюдению в учреждении трудового законодательства, а также обеспечению законных интересов и гарантированных законодательством прав постояльцев. Чтобы осветить не только позицию сотрудников и постояльцев, но и руководство, съемочная группа 41-го региона уже посещала дом-интернат. Однако заместитель директора Андрей Коломенчук в нарушении закона о деятельности журналистов выставил корреспондента и оператора за забор. Обычно, когда людям нечего скрывать, они спокойно идут на контакт. Но, видимо, не в этой ситуации. Мы решили позвонить напрямую директору Игорю Акчувакову. Игорь Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Это телекомпания 41-й регион вас беспокоит. Слушаю. Мы хотели бы вам задать несколько вопросов. К нам поступают жалобы от вашего персонала о том, что у вас там происходит не очень приятная ситуация в межличностных и в рабочих отношениях. Как вы можете это прокомментировать? Ну, вы как-то вовремя задаваете вопросы. Уже выпускали несколько сюжетов, как я понял. Кто именно, кто интересует вас? Какой вопрос от вас? Что прокомментировать вам? Ну, многочисленные жалобы со стороны персонала, как уже которые уволены, так и которые у вас работают, о том, что у вас такое некомпетентное, так скажем, отношение к ним, межличностное выяснение отношений, которое мешает рабочему процессу. Которые не работают? Ну, которые не работают, они жаловались, как это происходило, потому что они потом уволились. А те, кто сейчас работают, также продолжают жаловаться, что работать невозможно. Так, кто именно звонит? Спрашивает вас? Фамилии не могу называть, которые звонят, но те, кто в сюжете... Так что, я тогда вам прокомментирую. Ну, так у вас в общем ситуация, получается, в доме-интернате? Я у вас последний сюжет смотрел, там человек сам открыто признается, что с напарником напарутом в солярку воровали или еще что-то. Ну, почему? Там человек признается, что у него напарник воровал, а его обвинили неправомерно. Ну, вы документы видели хоть одни? Так, с нами же ваше руководство не хочет общаться, не пускают нас. С вами никто не хочет. Вы просто не пишете свои вопросы и не спрашиваете повестку, а просто приезжаете и скрываете, снимаете из-под мышки и все. Так, у вас учреждение открытого типа, мы имеем полное право приехать в любое время без документов разрешающих. Вот так и получается. Отвечает вопросом на вопрос, уходит от ответа и в итоге просто бросает трубку. Далее комментарии излишни. Продолжаем следить за развитием событий и очень надеемся, что данная история в скором времени закончится на положительной ноте. И обычные люди-постояльцы смогут получать полноценный уход, а работники вздохнуть полной грудью и продолжить заботиться о подопечных, а не терять нервные клетки.